Начинаем знакомство с новейшим BMC First Rock 2023 модельного года. Первое, что сразу бросается в глаза, это необычное расположение заднего амортизатора. В этот раз, спустя многие годы, BMC распределили амортизатор горизонтально, как делают многие конкуренты, и BMC в этом плане сделали то же самое. Один из аргументов – добавление больше флягодержателей. Как вы видите, здесь есть достаточное количество флягодержателей, чтобы разместить две бутылки на нижней трубе рамы. Далее, что касается подвески. Мы убираем из внимания, что амортизатор стоит горизонтально. Основная часть подвески не претерпела изменений. Это монолитная конструкция, монолитный треугольник, который имеет дополнительные ребра жесткости, только теперь уже не с одной, как ранее, а с двух сторон вы видите там дальше. И такую же однорычажную основную подвеску здесь, и крепление к амортизатору здесь. Благодаря линку крепления амортизатора, мы получаем более плавную работу в начале хода, высокую торсионную устойчивость и жесткость, и маленький вес. Крепление колеса Boost. Переключатель тоже крепится по новой схеме. И более того, скажу, данный рам уже готов для использования нового переключателя с RAM 2X, который вышел в 2023 году, но еще пока не доступен. Также здесь свой интегрированный успокоитель цепи. Но самое интересное в этой раме, это, конечно же, штырь-дропер. Это уникальная разработка, интегрированная в раму. Вот этим болтом происходит регулировка высоты, диапазон 90 мм. Далее, мы с вами видим, что этот штырь имеет эллипсную форму, что дает, в свою очередь, несколько преимуществ по сравнению с обычным штырем. Первый, данная форма позволяет сделать сам штырь легче практически на 30%. Вторая, эллипсная форма, дает большую жесткость, соответственно, отдача при педалировании более эффективная. Ну и самое главное, это штырь-дропер, который интегрирован в раму, крепится болтом, который я вам уже показал, а сверху не существует никакого хомута, как вы видите, а просто стоит такое кольцо-пыльник, который делает конструкцию очень лаконичной и законченной, без всяких дополнительных болтов. Следующий важный момент, это новая система подкачки штыря. Она внешняя, в отличие от предыдущего штыря. Но самое интересное, что данная конструкция, в отличие от предыдущей модели, позволяет штырю опускаться без проседания ногами. То есть вы просто нажимаете вот на эту монеточку, сейчас мы нажмем, и штырь сам опускается. Не надо его продавливать. Сейчас мы увидели, конечно, медленное опускание, это по причине того, что нужно систему обслуживать и подкачивать. Данная система рассчитана где-то на 100 опусканий, и потом требует подкачки обычным насосом до 14 атмосфер. Возврат штыря происходит такой же монеткой. Нажал, и он вернулся на место. Все, здесь все очень просто. Это 100 опусканий ресурс до подкачки. В итоге в любой гонке cross-country это вполне себе достаточно. Более того, можно сказать, что представьте, сколько вы экономите сил, не приседая попой, как бы нажимая на седло перед каждым спуском, а получают опцию автоматически. Итак, 100 опусканий до следующей подкачки. Обращаю внимание будущих пользователей. Ничего здесь сложного нет. Пользуйте штырь и не забывайте подкачивать. 14 атмосфер. Если воздух стравил, то за блокированным состоянием штырь будет стоять на месте. Поэтому здесь тоже не надо ничего бояться. Для эффективной работы в гонке cross-country, пожалуйста, перед гонкой накачайте 14 атмосфер. Традиционно, как на всех современных рамах, проводка спрятана внутри рамы. У BMC это решение сделано в рулевом стакане. Система уже достаточно распространенная, поэтому здесь ничего не добавишь. Также спрятан трос переключения управления задним амортизатором. Естественно, он синхронизирован с регулировкой вилки. BMC традиционно использует двухпозиционную монеточку от DT Swiss, швейцарского производителя, для того, чтобы иметь две регулировки. Это полная блокировка, компрессия и полностью расслабленная система. Какие еще у нас есть изменения по сравнению с предыдущей рамой? Самое важное – это клиренс. Здесь велосипед значительно ближе к земле расположен. И когда вы на нем едете, вы прям реально себя ощущаете, как на хардтейле. То есть нет того ощущения, что у вас велосипед надвисает над землей, и вы очень высоко над ним сидите. Здесь все очень просто. Сразу привычно после хардтейла. И садясь на хардтейл, сразу так же привычно. Велосипед не задан. Ну и традиционно крепление заднего колеса, естественно, буст. Рама полностью выполнена из карбона, так же, как и задний треугольник. Гимси использует свой премиум-карбон. Не раскрывает, что это за материал. Но из недостатков могу сказать, что это не самая легкая кросс-контрильная рама. Но это все компенсируется просто, я даже не знаю, как сказать, неописуемым накатом велосипеда в гору. Когда вы едете, прям ощущается легкость, даже когда вы полностью уставшие. Геометрия создана таким образом, инженеры постарались, что накат у велосипеда изумительный. По равнине в гору. Ну, с горы я вообще молчу. У БМС это фишка. Велосипед абсолютно управляемый и контролируемый на любых спусках. Достигнут это благодаря выкинутому вперед стакану и вилке. Здесь угол больше, чем у конкурентов. Ну, и в свое время это же и есть и небольшой минус, так скажем, у наших двух других брендов. Это виллер модели Урта СЛР, либо мы возьмем ОС карбоновый. У них база покороче. Но короче она в первую очередь не с того, что сократили расстояние задних перьев, а за счет того, что более тупой угол вилки. И по ощущениям велосипеды Виллер и Арбия ОС, они более управляемы. Но это всего лишь ощущение. На самом деле вперед выкинутая вилка дает значительно больше преимуществ, особенно на очень крутых спусках. А вы знаете, какие сейчас стали делать билландики Кросска. Это фактически уже какие-то цирковые шоу и представления. Поэтому важно очень иметь велосипед, который контролируем на любом уклоне спуска. Из таких технических аспектов, чтобы сильно вас не напрягать, расскажу, что вся настройка, регулировка штыря находится под этим крылышком. Оно отщелкивается. И вы там спокойно видите все механизмы, которые настраивают пневматическую систему подсидельного штыря. Обслужение минимальное, поэтому туда лазить без особой надкости нет. Но вы должны помнить, если вы хотите вытащить пневматическую систему для настройки, регулировки или смазки, вы должны понимать, что трос крепится в обратном положении, то есть настройка троса происходит на монетке. Для того, чтобы вытащить штырь, вы должны ослабить трос и аккуратно вытаскивать штырь. Но ни в коем случае ваша задача не потерять трос в рубашке. Обязательно поставьте какую-то направляющую, потому что если вытащите трос, все это воткнуть обратно в раме очень и очень сложно. Поэтому если вы не хотите себе придумать занятие на всовывание троса для штыря обратно к монетке, будьте аккуратны при вытаскивании штыря и его обслуживании. Учтите, пожалуйста, этот важный нюанс. Ну а в целом по эксплуатации с велосипедом нет никаких проблем, так как со всеми другими байками. Колесо крепится, понятно. Трансмиссия здесь стандартная. Поэтому самое важное в данном велосипеде это его ходовые характеристики. А как я уже сказал, накат у велосипеда замечательный. Штырь, дропер интегрированный. Фишка пригодится профессиональным кросс-контридщикам. В марафоне эта функция практически не нужна. По крайней мере, для таких, как я, могу только лишь от себя добавить, что какие велосипеды мы собираем самостоятельно, под заказ. Используем оборудование SRAM, SHIMANO. Можем вам поставить любые колеса на выбор. В данном случае у нас есть огромный ассортимент колес итальянского производителя MICKE. Амортизаторы мы используем в основном только FOX, хотя у нас сейчас появилась возможность комплектовать велосипед вилками и амортизаторами ROCKSHOCKS. Но для FOX у нас очень хорошая ремонтная база, поэтому мы все-таки останавливаемся на этом производителе. Так что вот, смотрите, такой вот велосипед. Постараемся еще записать сравнительную характеристику данного велосипеда с Виллер Урта. А по Виллер Урта мы обзор дадим отдельный. И потом все это объединим. Всего хорошего, друзья!